В региональном штабе общественной поддержки «Единой России» ровно неделю назад все было почти так же. Первые лица во главе с губернатором Павлом Молковым. Также ответственно подошли и остальные 37 регионов страны. Напомню, для безопасности от внешнего воздействия ключ шифрования блокчейна предварительного электронного голосования был разделен на четыре части. Их передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО Ростелеку Михаилу Осиевскому, заместителю секретаря Генсовета «Единой России» Сергею Перминову и первому зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Алене Аршиновой. Настало время закрыть прием голосов. Александр Александрович, ну что ж, хранители, не разговариваясь, предлагают вам поместить вашу часть ключа в слот номер 4, финальный слот. Средний конкурс законодательные собрания – 7,5 человека на место. В лидерах Ульяновская область – 15 человек на место, Ивановская – 12, Архангельская и Иркутская области – по 10 человек на место. Одними из самых активных стали новые республики Донбасса. Из-за проблем с интернетом голосование было организовано еще и в очной форме. Сразу хочу отметить, что предварительное голосование приняли более 207 тысяч жителей республики. И из них четверть в электронном формате. Хочу также отметить и напомнить о том, что Андрей Анатольевич Тручак заявлял, что мы в пятерке лидеров по количеству кандидатов. И это среди всех субъектов Российской Федерации. В Рязанской области основная избирательная кампания 2023 года – выборы в городскую думу. В бюллетене было внесено 178 человек. В электронном предварительном голосовании приняли участие более 30 тысяч жителей областного центра. Кто сколько голосов получил предварительно, можно увидеть на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». И уже сейчас можно сказать, что там и есть сюрпризы. Окончательные итоги партийной процедуры проведут на заседании городского организационного комитета 30 мая. После этого их утвердит Генсовет «Единой России».